Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я Александр Пчу. Перед посмотом, поставьте лайком, да? С этим вы можете надевать видео, если у нас гадание на август, так сказать, России. Будет вкратце, естественно, информация. Как говорится, мне никто не оплачивает это время. Так что, как погадаем, так и погадаем. Тратить время не буду, как говорится, слишком. Что мы здесь видим? Мы здесь видим, что возможная задержка зарплат в России у работников или у людей. Также это может быть сокращение на рабочих местах людей. То есть, возможно, так сказать, на Биулина и банки будут пытаться с помощью этого цифрового рубля как-то грабить Россию. Не просто грабить, но реально. Видать, рубль пытаются повысить каким-то образом, возможно, до доллара. Но не получится. Все равно ведите крах, все равно придется людям побираться. Все равно обычным людям, бизнесмены будут богатеть, жреть. Цены будут в магазинах расти, мы поэтому видим. И, как говорится, нищета будет продолжаться. Так. Здесь мы видим очень странная ситуация. То есть, страна пытается утихомирить, так сказать, не политиков, а чиновников. От некоторых они избавятся, показушно покажут, что типа вот, мы же чего-то достигли перед выборами, наверное, стараются. Также мы видим конфликты или замирания временных конфликтов. То есть, возможно, спецоперации эти войнушки временно утихомирят. Но мне слабо верится в эту хрень, которую пропагандисты и журналисты чушь несут. Потому что мы здесь видим, конфликт не заканчивается. Видим сзади вот этот цветок, да, что все равно продолжается экологический крах в России. И в августе он еще больше будет продолжаться. Вот. Также цветок, это символизирует экологию. То есть, возможно, в России в августе и так далее будут экологические лохотроны. Что типа потепление, всякая хрень там и так далее. Вот это бредятина. Также это, кстати, еще может... Сейчас, подождите. Если вот с этой картой, да, мы совместим. Это как раз может быть, значит, контроль над детьми или использование как раб силу детей ваших. То есть, бесплатно, без вашего ведома, детей будут использовать. Только не как пионеры, видать, были, а что-то похуже. Видите? Здесь также мы видим, что потеря каких-то ценностей в России происходит. То есть, развал, да, изнутри. Здесь еще один есть подвох, но я не буду его слишком озвучивать. Запрещенная информация, да. Иначе потом печу и снова штраф лепет. Вот. Мы знаем, в какой стране мы живем ОПГ. Здесь мы видим, что Россия вымирает, так сказать. И нам рисуют другую реальность. Нам говорят, что все прекрасно, что все чудесно, все прекрасно. Смертности нет, все прекрасно. Мы, наоборот, прогресс и так далее. То есть, тут идет развал. Мы вернулись не просто в 90-е, а в худшие 90-е. Понимаете? То есть, людям придется выживать с помощью какого-то творчества, чего-то добиваться, да. Здесь мы видим очень интересную ситуацию, что бизнесменам открывают все руки. В августе, так сказать, полная свобода. Они еще больше бабла будут собирать. Также здесь повышение, загрязнение, возможно, экологический вот этот кризис. То есть, вот эта фигня экологическая, законы какие-то будут вводить. Но это делается, это не будет касаться бизнесменов, тот, кто владеет заводами. Они как загрязняли реки и так далее, так и будут. А народ будет от этого страдать. То есть, народ чего-то будет лишаться. Также это может значить еще то, что бизнесменов будут заменять или чиновников. Возможно, судей, полицейских, полицаев, еще кого-то. Чем-то электронными программами, да. Для этого это все идет. Также это власть банков. То есть, банки будут по полной народ именно управлять, контролировать и следить вплоть до, сколько раз вы в туалет сходили. Здесь мы видим, что Россия, так сказать, юрлицо, тоже, наверное, частная контора, она пытается как бы, как объяснить, бабло не тратить. То есть, не тратить на народ, не тратить на лечение, не тратить ни на что. Будут пытаться дальше, как говорится, хранить бабло это, пытаться его как-то сохранять, не тратя на нужды народа. Хотя, нищета мы тут видим, развал, хаос, слишком жадность какая-то, да, как говорится. Но здесь мы видим, что цель у власти российской не спасать народ. У них нет этой цели просто и не было с самого начала, как многие отупевшие, зетники и так далее подумали. В этой карте мы видим, что наоборот задача именно бизнес. Просто бизнес, а значит народ это деньги, да. То есть, каким-то образом из народа будут выжимать последние копейки. Но это также может значить, что бизнесмены всего выживать с помощью связи могут. Тоже хорошее. Ну, здесь мы видим, что бесполезные траты людей. То есть, людей, возможно, будут заставлять тратить деньги или без их ведома с карты электронных, списывать какие-то налоги, забирать без их ведома, когда нужно пожрать, просто сказать, или на ребенка потратить. Они будут у вас тырить просто деньги, лохотронить и в этом даже не сомневаться. Плюс это признак также какие-то садистские наклонности государства российского. То есть, они какие-то, возможно, там пытки в тюрьму, еще что-то, то, что они уже теперь не будут скрывать. Понимаете? Они теперь уже не скрывают маски, скинуты. То есть, по вот этой карте мы видим, что маски скидываются. Причем, этот человечек стоит не со скелетом, да, на крылышках, так сказать, ангел смерти, да. То есть, по сути, сама власть не против утилизации людей и сокращения, понимаете. Но здесь мы видим также вскрытие правды. То есть, власть будет скрывать и отвлекать вас на каких-то клоунов. Возможно, на блогеров. Возможно, на каких-то там, кого-то арестуют, такого влиятельного человека, да. И будут отвлекать специально перед выборами, показывать, что вот мы кого-то арестовали, вот кому-то какой-то там чинок каких-то арестовали и так далее. Но это все показухи. Возможно, инфо-цыган каких-то там, блогеров, да, его вот будут ловить специально. Но это все отвлечение для того, чтобы за вашей спиной, мы видим, что там законцлагерь находится с трубами, да, дымящимися, для того, чтобы вас спокойно загнать, куда им надо, контролировать и жить, так сказать, доить вас, как коров тупых, да, делать, что хотят. Причем мы видим, что деньгами все покрыто. То есть, они из людей по полной будут тянуть деньги, да. При этом какие-то лохотроны устраивая, продвигая какие-то законы запрещенные, вот, которые вообще противоречат Конституции, как она там сказала, переписали Конституцию. Но это дурой нам быть, чтобы переписать всю Конституцию. Это мозгов не хватит у русской власти. Вот. И здесь мы видим, хотя какая она русская. Вот. В данный момент мы видим, что тут будут отвлечения на каких-то клоунов, я и говорю. То есть, на тех людей, которые, по сути, может быть, и не такие звезды, да, но будут отвлекать. Народ будет отвестись на это, там, кастомаровать, типа, и так далее, подобных клоунов. Вот. И его двойников, и так далее. То есть, здесь подобная ситуация. Вас будут отвлекать, вас будут врать и новостями какими-то, предятиями специально, да, типа важными, трагичными, и так далее. Но это все отвлекуха. Потому что народ, когда проснется, что произошло, они очнутся, по-русски сказать, в колючей проволоке, запертой дома. И также это, кстати, признак принудительной какой-то лечения. Да, это может быть психушка, еще что-то карательная медицина, тоже может быть. Так, следующие, ну, что-то карты скользят. Пляска трупов, да, у нас солнце. Вот. Здесь мы видим очень странное. Ну, я уже говорил по проводу экологии. То есть, это возможные отключения или запрет определенных технологий. То есть, подобное я уже поднимал в гадании каком-то. А в августе это повторится, похоже. То есть, будут специально, типа, из-за солнца или из-за каких-нибудь там экологических катастроф, или вспышек, типа, на солнце, будут отключать, даже странно, что она вылезла, да, с колоды, вот, вот, будут отключать, как говорится, типа интернет. Но не для всех. Я думаю, это создадут для того, чтобы вы, наверное, по паспортам проходили по точным данным персональным всем. Вот. Чтобы проще вас было отслеживать, что вы там по руку смотрите, лиски, чем занимаетесь, да, хотя ни одного педофила не поймали за это время. Технологи, блин. И здесь мы видим последствия. То есть, они, по сути, пляшут уже на сухой, мертвой земле. То есть, вам будут предлагать какой-то суррогат спасения, суррогат лечения, суррогат, то есть, вранье какое-то будет происходить. То есть, все, что будет с телека рассказываться про экологию, загрязнение, вот эту чушь собачью, которая уже давно известная, вот, и которую сами же загрязняют вот эти заводы. То есть, видите, вот эта стена построенная, кирпичная. То есть, они пляшут, по сути, в психушке или в тюрьме. Оба, да, если бы вы поняли. То есть, вас будут закрывать, пытаться в пространство какое-то, обманывать, лыгать, и вы будете верить в это, понимаете, умирая, лишаясь воды и всего-всего. Ну, это как приватизация воды, наверное, была. Вот, продвигается, точнее. Следующее. Ну, вот и наша интересная тема. Тут мы видим, что врачи и государство почему-то заинтересовано как товаром детьми. Оно будет пропагандировать в августе, заставлять вас каким-то образом в каком-то новой реалии очутиться, да? Что, типа, мы экологию, мы защищаем ее и так далее. Но при этом, что мы здесь видим на факеле? Огонь. То есть, а при этом само государство это сжигает, по карте мы видим. То есть, все-таки, мы гадания тогда смотрели, кто поджигает русский лес. Само государство это поджигает. Кстати, есть закон 2019 года, постановление даже это делает. Ну, ладно. Очищать лес в тройке, наверное. Ах! А народ насрать. Здесь мы видим, что будут людей принудительно каким-то образом или рожать, или беременеть, привлекая какой-то фигней, типа, вот такие-то льготы и так далее. То есть, снова обострение. Но в то же время, почему-то, они заинтересованы вашими детьми и заинтересованы их отбирать. Здесь мы видим не защита чисто, да, жезл, то есть. А здесь мы видим какое-то странное забирание, понимаете, и уничтожение самой мамаши или родителя, понимаете. Также это может быть смена или подмена нации. То есть, возможно, вот эти все таджикистанцы и так далее, то есть, они будут помогать им с детьми, но не самому народу русскому. То, что и происходит, по сути, да. И здесь мы видим, видите, лес уже практически сгоревший, мертвый в виде короны, да. То есть, это будет дальше продолжаться, значит. Так, сейчас есть последние еще три. Ну, понятно, тут мы видим лжецов и мошенников. Они будут пользоваться какими-то учеными в августе, чтобы промывать мозги вам. То есть, людям придется, видите, этого дурачка, который верит гадалке, который лжет, да. Дело в том, что для вас насильно будут навязывать какие-то идеи новые. Что, вот знаете, быть дураком – это хорошо, говно жрать – это хорошо, вот что-то подобное. Понимаете, то, что будет противоречить вам, да, самим личностям. И вас будут убеждать, что это вы дурачок, вы ничего не понимаете. А если вы против этого всего, ну, вот тюрьма тебе, вот уколы в психушке и так далее. То есть, карательная медицина – это понятно. То есть, вот этот чертик мы видим, это, по сути, сведение с ума, да. То есть, рыбы уже давно с ума сошли и уже от вранья уже давно засохли, называется. То же самое и со стороны происходит. То есть, людей пытаются убедить, что они дебилы, называется, да. Лишить всех прав и всего. И люди еще ждут. А что там нового-то будет? Так интересно, так интересно, да. И вот в этом вся проблема, да. То есть, насыщения нет. Но при этом мы видим, что? Что, как всегда, каменный пол. Там, кстати, плохо видно. Там написано по-английски на полу. Очень плохо видно. То есть, ложь победит, там написано, да. Многие не читали, но это таки есть. Вот. То есть, правды тут не написано. Дело в том, что человеку будут загонять такие рамки в августе. Создавать такие условия, чтобы человек соглашался на что-то. При этом лишат. Ну, это называется, вас лишат всего, и вы будете счастливы. Вы будете бомжами, и будете счастливы. Вот. То есть, людей будут, возможно, квартиры лишать. Возможно, машины, возможно, чего-то еще, каких-то прав вообще на что-то, да. То есть, по сути, вас будут доить по полной в августе, потому что там уже период зимы, так сказать. Вы уже никуда не сбежите, не убежите, вот. Ну, понятно, что тут какие-то опять эксперименты и так далее. Медицинские тоже вписываются, если посмотреть. Тут и медицина есть у нас, вот, могильная, так сказать, потому что там череп находится вблизи. Также мы видим очень странную ситуацию в этой карте. Подвох, то есть, ложь победит. Это значит, что народ верит в ложь. Он не верит в правду, он не верит в спасение, и народ не хочет спасаться. Им так комфортно сидеть в своем домике, сидеть, уткнувшись в телефон или в телевизор зомбоящих, и слушать, как говно им заливается. И вот эта карта как раз объясняет, что народ не против умирать. Народ не против отдать своих детей. Народ не против что-то сделать то, что раньше бы человек сказал, да нет, вы что, рехнулись, что ли, это идиотизм. Но сейчас это уже народ идеальный зомби. Вот, то есть, как это, рапсиане сейчас начали называть. То есть, сейчас вас загнали в такие рамки, и вы согласны на все. Не то, что запуганные, а мороченные и без мазков. Причем спасать этого человека не надо. Почему? Потому что, посмотрите, он уже голый, у него ни одежды, ничего нет. Он никому не нужен. Он потерял семью, он потерял все. И он слушает это вранье о прекрасном будущем. И ведь это касается каждого из нас. Так. Три. Три. Ну, здесь мы видим тотальный контроль, продолжение. То есть, это будет воздействие именно на разум каждого человека. Возможно, какие-то технологии, телефонов еще, или вы будете с телефоном таскаться без денег, возможно. То есть, в августе будут полностью опробоваться технологии какие-то, будут какие-то медицинские опыты, которые будут запугивая вас. Ну, как люди же, боятся потерять работу пять копеек, да? Вот, готовы на, как говорится, укусы вампиров. Вот. И будет продолжаться это. Причем, здесь мы видим уничтожение полностью человека. То есть, именно не физически, а именно, как сказать, и здоровье человека, и разум полностью будет, крыша поедет, да? У человека. То есть, что-то будет такое происходить, то, что позволит человека свести с ума и убедить в том, что ложь – это правда. А правда – это ложь. То есть, все с ног на голову. И в августе это будет опасный период. Почему? Потому что очень много людей будет, возможно, инвалидов и бизнесно инвалидов вот таких, понимаете? Ну, это также еще переводится, что психи правят государством. То есть, те, которые должны психушке лечиться, они по-настоящему в государстве сидят. Ну, что ж, вот такое вкратце гадание. Всем удачи, успех с вами. С вами был Александр Чув. Ставьте лайк, комментируйте, пусть удачи. Кстати, мы посмотрели вот это. Это и заполнили, да? Что за карта была. Вот. Ну, что ж, удачи. С вами был Александр Чув. Ставьте лайк, пусть удачи.